Культпоход 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 который может лес произрастать, может везде, где угодно, на те темы, которые будут заявлены. Это по тексту Владимира Бибихина, философа, который очень дорог Борису Павловичу. Вот здесь у нас как научный консультант будет по работе с текстами как раз Виктор Вахштайн. А я попробую всё это свести и сделать какой-то спектакль. Сроки какие-то есть, возрастные ограничения? Срок у нас возрастных ограничений пока нет. Мы только вчера придумали, что это могло бы быть. Сейчас вот двигаемся в процессе. Когда всё будет уже готово, мы, конечно же, всё подробно расскажем. И, не знаю, пригласим Виктора ещё в эфир. И Борис тоже на связи. И расскажем, какое будет ограничение, что это будет за мероприятие. А сейчас переходим к актуальным событиям, которые уже через час, буквально после нашей программы ССДИС, произойдёт. Это программа «Язык Эйнштейна». Устный журнал. Устный журнал, да. Я так понимаю, это впервые у кировского ИЦА такая форма работы. И там приглашают трёх учёных, и они обсуждают научные новости в живом диалоге. Вот какие новости приблизительно хотя бы? Что происходит в социологии, Виктор? Как раз и посмотрим, потому что для меня это тоже совершенно новый формат. Я пока не очень понимаю. А вы не знаете, да? То есть это реальный прямой эфир? То есть вам прямо тему выдадут перед съёмкой? Мы какие-то вещи пообсуждали предварительно, да, но в конечном итоге, как можно выстроить живой диалог на тему новостей из разных наук между разными учёными, я пока не очень представляю. Потому что у нас вообще все попытки междисциплинарного диалога обычно очень плохо заканчиваются. Но вот сегодня будем стараться. Почему они плохо заканчиваются? Ну, потому что у каждой дисциплины свой язык и свои представления о прекрасном, правильном и истинно существующем. И, как правило, все попытки людей из разных наук поговорить друг с другом заканчиваются тем, что у каждого есть своя собственная наука, а всё остальное – коллекционирование марок. Как говорится, классик. Так, это будет сегодня, 14 часов. Креолы, я, насколько понимаю, можно даже в качестве зрителя было заявляться на это мероприятие, но вот сейчас я не могу сказать, открыта регистрация или нет. На страничке информцентра атомной энергии в Кирове можно, наверное, написать вопрос, и ребят достаточно оперативно ответят. Если можно зарегистрироваться, и кто-то хочет посмотреть вот на это, на всё, да, в прямом эфире, вот, пожалуйста, приходите. Ну, а в 5 вечера открытая лекция на Преображенской, 41, Инженериум, Инженериум. Тоже нужна регистрация, нужна регистрация через платформу Лидер Айди, нужно нажать на кнопку «Билеты», который под анонсом, размещенным на страничке ИЦА, и есть. Там, в общем, достаточно просто всё сделать. Будете говорить о том, что делает город городом. И вот здесь, кстати говоря, пришло, наверное, время озвучить тот самый вопрос, который вчера вам задавали. Какая? Не, мне вчера задавали массу очень хороших, интересных вопросов. Так. Ну, просто есть тип вопросов, которые меня преследуют, наверное, там, любого человека, который занимается исследованиями, преследует этот вопрос. Не только в Кирове? Нет, конечно. Его в каждом городе задают, наверное. Да, практически, да, причём в разных странах, то есть оно всегда воспроизводится, это вопрос в том. Ну, расскажите нам теперь, вот как вот со всем этим вот багажом исследованного сделать наш город лучше? Как там помочь с вывозом мусора в противостоянии застройщикам, в градостроительных конфликтах? То есть, как вот нам поменять страну, сделав, значит, прекрасную Россию будущего, опираясь на социологические исследования? Ну, тут, правда, есть честный один только ответ. Никак. Потому что всё-таки наука, она не про это. Но это, в общем, нормально, потому что, ну, конечно же, мы все из разных сфер, там, с совершенно разными позициями, представлениями о прекрасном. Просто вот есть такая сфера, называется исследование. Она не про рекомендации, не про политическую борьбу за прекрасное светлое будущее. Хорошо. Про что тогда сегодня будет лекция? О чём ты будешь рассказывать? Как всегда, лекция будет по социологической теории, на самом деле. Это не про... В чём же основная проблема, когда мы говорим о популяризации той или иной научной сферы? Потому что любая популярная форма тяготеет к тому, чтобы произвести вот такой набор высказываний о том, как на самом деле устроен мир, причём от лица собственной науки, но не на её языке. Потому что язык науки, ну, его надо изучать много лет. И нельзя травить аудиторию сразу всеми этими терминами же. А в итоге получается довольно странная история. Говорят, если вот представь, что у тебя есть такой, не знаю, какой-нибудь телескоп, который делает снимок космоса такой глубокий, объёмный. То есть вот у тебя получается эта картинка, дальше ты приходишь к публике. Говорят, значит, смотрите, мир устроен так. Вот, видите, вот, смотрите, вот здесь, значит, галактика такая, то-то-то, то-то, то-то, то-то. И все говорят, вот что значит научная картина мира. Вот мы будем теперь знать, как устроен мир благодаря науке. Причём о том, как устроен телескоп, никто не говорит же, да? То есть потому что, ну, там сложно, учиться надо, всё дело. Да и кому он нужен? Ведь главное же предназначение телескопа красивую объёмную картинку мира давать в конечном итоге. Это всё превращает, конечно, популяризацию в довольно унылое предприятие. Набор готовых истин, которые под видом научной картины мира продаются как религиозные догмы практически. Значит, запомните, дети, человек произошёл от обезьяны, космос устроен так. А как мы об этом всё, значит, узнали, мы вам не расскажем, потому что этому надо учиться. Вот, всё, просто поверьте, идите нафиг. И поскольку я там какие-то несколько лет сделал важную ставку на то, чтобы бороться с таким популяризаторством, я его искренне ненавижу. Ну, и я рад, что и Цая Кирова вроде как и не разделяет эту странную, значит, догматичную позицию. Поэтому сегодня будем говорить о социальной теории, о том, как устроен телескоп, а не те картинки, которые он выдаёт, как устроены разные способы говорения о мире, описания мира, исследования мира, и почему разные способы, разные линзы, разная оптика даёт нам настолько разные представления о том, что делает город городом. Но изначально запланировали упор какой-то сделать лекции на социологию и архитектуре, да? То есть, тема, которая... Это будет одно из тем, но упор не на ней, конечно. Потому что, как ни странно, но вот говоря об оптиках, социология архитектуры и социология города – это даже не связанные дисциплины. Они вообще даже не близки друг к другу. Потому что те, кто занимается исследованием архитектуры как социологи, не видят города, те, кто занимается исследованием города, не видят архитектуры. Казалось бы, такая странная вещь, что для человека-грожанина архитектура и город напрямую связаны друг с другом. Но нет. Ну, я смотрю вот здесь в анонсе ЦАВИ, да, что мы будем говорить о городе как организованном пространстве, сцене наших повседневных взаимодействий, пространстве социальных связей. Что первично? Можно ли, создавая правильное пространство, влиять на социальные связи и практики? Можно? Это уже такая постановка вопроса, которая меня начинает смущать. То есть, да, нужно просто каждое предложение в анонсе прочитать с вопросительной интонацией. Это, конечно, ирония, потому что такая вера архитекторов в то, что если хорошо спроектировать пространство правильным образом, то люди начнут себя правильным образом вести, и вот у нас будет светлая, утопическая картинка будущего города. Но на самом деле, конечно, нет, потому что даже самым лучшим образом спроектированное пространство живёт в повседневных практиках людей совершенно не так, как оно проектировалось. Подожди, вот помнишь, ты рассказывал, у тебя пример такой был про прачечные, да? То есть, взаимодействие... Да, и это самый вот как раз пример, который чаще всего люди на стороне архитектурного детерминизма, те, кто верят в то, что если хорошо спроектировать здание, то в нём появятся правильные люди, которые будут правильным образом общаться друг с другом и правильно этим зданием пользоваться. И пример про прачечные, он как раз про то, что при расселении гетто, когда в Нью-Йорке распределяли, значит, эти неблагополучные районы расселяли по новым высоткам, их называли project houses, вдруг обнаружилось, что количество преступлений не сократилось, а выросло. Хотя, казалось бы, их переселили в благоустроенное жильё, и вот эти все, значит, муравейники разворошили. А выросло оно потому, что пока они жили в гетто, там существовали внутренние механизмы социального контроля. Там бабушки смотрят из окна, сидят на лавочке, все друг друга знают. Потому как раз более или менее такая саморегулируемая система. Не благополучная, но саморегулируемая. А когда их переселяют в новый... В новый район и раскидывают, получается. И они никто друг друга не знают, связи разрываются, не формируются никаких механизмов сдержек и противовесов между жителями, ну и, собственно, начинается такой весёлый разгул. И тогда архитекторы, как то, что они себе предлагают в качестве такого ценности собственной, они догадались поставить в подвалах прачечные, сделать такие, там, стиральные машины поставить. С тем, что человек заходил, значит, бросал свою одежду. Бесплатные, разумеется, да. Но порошок надо с собой приносить, единственное что. И стоял рядом с этой стиральной машиной, потому что, ну, понятно, если он отойдёт на 15 минут, то украдут всю одежду, которая там стирается. Поэтому вот люди стоят в ряд этих прачечных, смотрят на это бельё, смотрят друг на друга, начинают общаться друг с другом, формируются социальные связи. Ну и дальше, в общем, всё как положено. Но это как раз очень такой ущербный пример, потому что начнём с того, что социальные связи там формировались, в общем, не только благодаря прачечным. Мы прачечные не сыграли той ролик, на который обычно указывают архитекторы. Потому что, конечно, скорее сами прачечные стали результатом того, что у людей начали формироваться связи и какая-то способность к коллективному действию. Поэтому пространство – это следствие, а не причина социальных связей. То есть пространство – это следствие, а не причина социальных практик. Вот. Но, собственно, об этом треугольнике пространства, практики и связи мы сегодня будем говорить. Есть ли возрастное ограничение у съёмок научного журнала и у сегодняшней открытой лекции? Если есть, то я буду страшно удивлён. Но я не могу с уверенностью сказать. Я думаю, нет, конечно. Я пытаюсь, нет. С другой стороны, в контексте нового закона просвещения, я думаю... Но его же ещё не приняли, подожди. Мало ли, может быть, уже начали готовиться. Вы же не будете рассказывать ни о чём таком, что может нанести вред здоровью и психике детей. Я не думаю, что что-то может нанести больше вред здоровью и психике детей, чем социальная теория. Я думаю, что их, в принципе, надо по подписке распространяться. Тогда 18+, я вынуждена буду сказать. Конечно, да. То есть при упоминании Вебера должно тут же загораться предупреждение. Хорошо. Так, и завтрашние лекции. Последнее, да. Последнее мероприятие, которое состоится в СПК. СПК-центр. Научно-популярное шоу. Разберём на атомы. И тема будет связь. То есть это понятие, связь, будут с точки зрения своих дисциплин разбирать биолог, социолог. И инженер. Инженер. Да, да. Инженер будет рассказывать о технологиях мобильной связи, биолог, соответственно, о нейронных связях, а вы о социальных. Да. Как-то так. Тоже скажу, что 18+. На всякий случай. Ну, вдруг. Нет, ну здесь, кстати, мне кажется, у тебя может получиться, конечно, диалог, да. Здесь есть технологии, можно там поговорить о социологии, технике, подумать о том, как это можно было бы. Ну, я надеюсь, конечно. Да, да, да. Поэтому здесь, хотя ты не веришь, конечно, в все междисциплинарные диалоги, но здесь может получиться как раз нейронные связи. Вы же как-то тоже с когнитистами, с психологами сотрудничаете? Какие-то у вас есть совместные проекты? Опять же, слишком много и легко мы называем сотрудничеством междисциплинарным и так далее. Ну, прости, что я так не проблематично. Это твоя театральная, да, вот эта история, то, что, ну, все есть театр, все так или иначе приходят из разных сфер, там все друг с другом говорят. Но в итоге, как обычно, происходит, ну, чаще всего, да, я не говорю, как обычно, но чаще всего происходит ситуация, что дискуссия междисциплинарная, потому что каждый говорит о своем, вот, и все. И дальше мы делаем вид, что понимаем друг друга. А вы как-то коннектитесь? Если вы вопросы друг к другу задаете обычно, когда бывают вот такие вот... Ну, вы, когда разговариваете с попутчиками в поезде, вы же тоже как-то коннектитесь? Если вы даже делаете вид, что вам что-то интересное из его личной жизни. Мало того, у меня действительно интересно бывает. Вот это уже патология. Вот это уже странно. Нет, ну, конечно, коннектимся, конечно, пытаемся. Но в том-то деле, что когда мы работаем с когнитивистами, у нас три года совместные проекты с Владимиром Спиридоновым, таким руководителем лаборатории когнитивных исследований у нас в Ранхиксе, ну, там первый год мы просто пытались подогнать словари наших дисциплин друг к другу таким образом, чтобы одними словами называть плюс-минус одни и те же феномены. Потому что сами языки социологии и психологии устроены настолько по-разному, опираются на совершенно разные допущения. Что вы друг друга не понимали. Никто не понимает друг друга из разных дисциплин настолько, насколько этим дисциплинам принадлежит. То есть любой человек, который называется междисциплинарным исследователем, просто не является представителем никакой дисциплины. Он как журналист бегает, описывает свои объекты, потом долго думает, что же я за ученый, мне туда к психологам, к социологам, к экономистам. Потом говорит, а назову-ка я все это стадис. Например, если он долго бегает, описывает эхо Москвы в Кирове, он называет себя медиастадис. То есть на каком языке это я писал? На языке эхо Москвы в Кирове. То есть я писал журналистику на языке журналистики. Поэтому будем называть это медиастадис. Это просто не наука все. А теперь, если вы внутри науки, то вы видите мир через оптику своей дисциплины. Рядом сидит человек, который видит мир через оптику своей. Вы видите два разных мира. Тогда вы снимаете очки и начинаете пытаться мучительно понять, как там работают ваши системы развлечения. Соперидоном первый год мы делали такого рода подгонку оптики. Мы пытались понять, например, что такое теория форденсов там и здесь, как мы можем создать некоторую общую теорию форденсов, чтобы их изучать одновременно психологическими и социологическими методами. Ну и следующие два года, собственно, изучали. А мы уже там вышли за рамки форденсов, пошли дальше. Но да, это, в общем, работа. Это работа по созданию общего языка. Нет такого, что вы пришли, два человека, говорящих на разных языках, и сразу друг друга поняли, договорились, почувствовали невероятный прилив коллективной научной солидарности и назвали всё это междисциплинарным диалогом. Так не бывает. Вот так. Да, хорошо. Ну, я думаю, нет, на самом деле ток-шоу интересно ведь чем. Там будут вопросы вам задавать, в том числе и зрители. И тут-то уже могут быть зрители погружены в ту или иную дисциплину. Кстати, может оказаться так, что там как раз окажется тот, кто бегает между всеми дисциплинами, и каждому из участников он задаст свой вопрос дилетанта. И это объединит вас всех. Ну да, как у Ильфа и Петрова, пророка Самуила спрашивают, почему в продаже нет животного масла, и евреи ли он, да. Как-то так. Ну что, переходим к призам, переходим к розыгрышу? Или у тебя еще есть вопросы? Ну, мы можем перейти, конечно же, к розыгрышу. Я только напомню нашим слушателям, что можно принять участие в лекциях Виктора Вахштайна и вот в сегодняшних съемках устного журнала «Изек Эйнштейна». Сегодня в 14 часов в Креула. Я надеюсь, что регистрация еще не закрыта. Сегодня в 5 часов вечера в инженериуме Преображенской. 41 нужна регистрация через платформу «Лидер Айди». Ой, извини, я тебя перебью. Там как раз сейчас, по-моему, проходит закрытие выставки «Архитектура», которое пятый этаж и «Яйца» совместно открыли в декабре. Сейчас как раз завершающая стадия. Там фотографии... То есть еще можно посмотреть. Да-да-да, там фотографии Олега Карасева. И можно посмотреть, послушать лекции и задать вопросы. Да. И завтра будет ток-шоу «Разберем на Атомы», СПК-центр. Так, адрес СПК-центра я сейчас найду. Так, не нашла пока. Ну ладно, найду во время эфира и расскажу. А, вот дошла, Ленин 73. Да-да-да. Вот, пожалуйста, тоже нужно регистрироваться. Это не блажь и не прихоть организаторов. Это связано как раз с пандемией, потому что есть ограниченные, ну, ограничения по числу участников. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь это сделать. К списку призов переходим? Давай, да. А мы сегодня разыгрываем два билета на любой фильм и сеанс в кинотеатр «Смены». Так, следующий приз называю «Я». Два билета на любой фильм и сеанс в кинотеатр «Дружба». Пригласительные в театр «Кукол». Три спектакля мы сегодня разыгрываем. На 30 января, то есть на завтра, на «Сорока и жирафа». На 6 февраля в 14 часов «Золотой ключик» или «Приключение Буратино». На 12 февраля в 18 часов «Хорошечка-хорошечка». Ноль плюс возрастное ограничение у всех трёх спектаклей. Также мы традиционно разыгрываем книги от магазина «Читай город». Андрей Рубанов «Сажайте и вырастет». Драматическое повествование о преступлении и наказании и о том, как остаться человеком вопреки всему. Это не про огород книга, если что. Да, я так и понял. Это очень актуальная книга, учитывая, что кировская полиция уже предупредила, чтобы пресекать несанкционированные митинги, и всё это карается арестом на 15 суток, как минимум. Так что вот, очень-очень такая книга, 18+. Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Увлекательный детектив-фэнтези о юном самурае Рейдене». Но ограничение при этом 16+. Антон Коротков «Карикатура. Непридуманная история». Эта книга заявлена как самая полная энциклопедия обо всех жанрах и эпохах. Расскажет о карикатуре, начиная с каменного века, с каменного века, и заканчивая XX веком, 12+. В каменном веке были карикатуры. Да? Я не знаю. Но это вот, я думаю, что те, кто почитает книгу Антона Короткова, он может в это погрузиться и узнать. Да, эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читая город» по адресам Преображенская, 65, торговый центр «Театро» и «Ленина, 103А», торговый центр «Крым». Вот такой у нас список призов, толстая книжка Андрея Рубанова «Сажайте и вырастет». Мы, Виктору, её передаём, временно ознакомиться, посмотреть, что там. Да. Ну и вопросы, конечно. Да. Мы отобрали вопросы с Гульнарой, которые относятся к такой области исследования города, которая называется «Фрейм-анализ». Это такая маленькая подсказка в том смысле, что все они так или иначе связаны с проблемой карты и территории. Собственно, не знаю, была это подсказка или нет, но вдруг... Может быть, запутали даже. Возможно, а возможно, и в этом был смысл. Давайте начнём с первого. Значит, мы следующим образом. На окраине деревни Бёртон-он-де-Уотер в Англии находится макет, занимающий примерно одну десятую часть территории самой деревни. Ой. Макет чего? Первый вариант – старого индейского кладбища. Второй – замка первого герцога Глостершира, поскольку деревня находится в городе Глостершир. И третье – макет самой деревни. Могу повторить, если нужно? Да, да, да. Итак, на окраине деревни Бёртон-он-де-Уотер в Англии находится макет, занимающий примерно одну десятую часть территории самой деревни. Макет чего? Старого индейского кладбища, замка первого герцога или макет самой деревни? 211-101. Я не знаю, успеет... Да, уже есть звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Андрей. Андрей, вы знаете ответ на этот вопрос? Нет, не знаю. Попробую угадать. Ну, давайте. Хорошо. Повторить? Ну, я... Может быть, это макет самой деревни? Да, вы абсолютно точно угадали. Это макет самой деревни. Причём первая, модель первого порядка, как раз все дома, все ручьи и каналы воспроизведены один к девяти. Потом внутри этого макета есть макет-макета, модель второго порядка, где всё воспроизведено, значит, соответственно, один к шести. И так там, в общем, четыре уровня. То есть получается, что деревня внутри самой себя несколько раз... Это как матрёшка, если... Как фрактал, да, как матрёшка. Вот, собственно, поэтому его называют самой фрактальной деревней Англии. Так, мы вас поздравляем. Андрей, какой приз вы выбираете? Какой приз вы хотите? Очень хочу книгу по карикатуре. По карикатуре. Хорошо. Она ваша. Мне кладите, пожалуйста, трубочку, продюсер вам расскажет, как её забрать. Спасибо большое. Слушайте, а почему эта тема интересна социологам? А, у тебя, по-моему, городские рекурсии, да? Ты в этом контексте исследовал. И городские рекурсии тоже, да. Дорогие наши ведущие гости, пожалуйста, расшифровывайте термины непонятной части нашей семьи. Давайте сделаем небольшое отступление. Есть такая большая философская проблема, она связана с логикой, она связана с математикой, она связана с социологией. Проблема называется «карты и территории». То есть есть некоторое физическое реальное пространство, например, городское пространство, есть его многочисленные изображения, репрезентации. Например, ваши фотографии в Инстаграме на городской площади, по которым, кстати, теперь согласно майским указам оцениваются уровень развития городской среды, если вы не знали. Есть карты, есть генпланы, есть много других отображений. Но город – это то, что называется рефлексивным пространством. Это означает, что само физическое пространство очень сильно зависит от того, как оно изображается. Оно меняется, исходя из этих изображений. Получается так, что бесконечные изображения, да, репрезентации города оказывают непосредственное влияние на его жизнь. Как в случае, например, когда в Майнкрафте воспроизводится Копенгаген, был такой большой проект датского министерства культуры, то, исходя из того, где начинают взрывать здания участники этой игры, люди понимают, какие объекты в городе… Не нужны? Нет, вызывают наибольшее напряжение, с какими объектами связаны либо самые символически значимые вещи и так далее. То есть у них появляется такая альтернативная карта города. Вот рекурсия, которую упомянула Гульнара, это как раз пример того, каким образом, например, отображение города в искусстве может повлиять на сам город и изменить его структуру. Спасибо большое за пояснение, потому что это правда важно. Мы сейчас, наверное, сделаем перерыв на рекламу, немножечко пораньше, и вернёмся, будем продолжать разыгрывать призы и разговаривать с Виктором Вахштайном. Культпоход С вами снова программа «Культпоход», и наш сегодняшний гость Виктор Вахштайн, профессор, декант факультета социальных наук Шайнинг, продолжает задавать вопросы. А вы, дорогие слушатели, продолжайте звонить, отвечать на эти вопросы и получать замечательные призы. Так, Виктор, второй вопрос. Да, мы продолжаем работать с темой «карта и территория». Итак, второй вопрос. Вплоть до XX века картографы иногда размещали на своих картах несуществующие городки и иные населённые пункты. Зачем? Варианты ответа. Чтобы выиграть в суде, чтобы сделать приятное своим знакомым или чтобы продать эти названия будущим застройщикам. О, третий вариант, мне кажется, его прямо сейчас можно использовать. Актуально, да? Это очень актуально, конечно, да. Давайте еще раз повторим всех случаев. Вплоть до XX века, а на самом деле даже и в XX веке, чуть позже, картографы иногда размещали на своих картах несуществующие городки и населённые пункты. Зачем? Чтобы выиграть в суде, чтобы сделать приятное своим знакомым или чтобы продать эти названия застройщикам. И у нас уже есть звонок. Алло, здравствуйте. Это Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Я маленько, ну, эти варианты-то плохо слышала. Давайте еще раз повторю. Выиграть в суде, вот, сказали, я выбираю. Выиграть в суде. А у вас есть представление примерно, что это за суд, в котором они собирались выиграть таким образом? Ой, ну, не знаю даже. Но вы в любом случае выиграли. Это правильный вариант ответа. Спасибо большое. Мы поздравляем вас, Светлана. Какой пресс вы хотели бы? Смена. Билеты в смену. Отлично. За вами остаются билеты в смену. Приходите за ними к нам в редакцию. Спасибо большое. Спасибо вам. Приходите на лекции. Виктор, ну, расскажи, что это такое. Да, действительно, это такая распространенная практика, поскольку вообще картография в этот момент это очень дорогостоящее предприятие. То есть вы вкладываете массу денег и усилий для того, чтобы получить карту, которую любой плагиатор может скопировать и продать как свою. И, соответственно, карты дороги в это время. И для того, чтобы избежать такого рода плагиата, картографы, картографические компании наносили несуществующие городки на эту карту. Для того, чтобы если у них кто-то украл и скопировал их продукт, то в суде можно было доказать, что, смотрите, есть такой городок, его на самом деле не существует. Мы специально эту ловушку сделали и так далее. Но есть забавный прецедент 1920 года, когда такая компания Рент Макнелли украла карту у Дженерал Драфт, другой картографической компании, перерисовав в том числе маленький несуществующий городок Аглои. Но пока шел процесс, они всячески затягивали судебное время. Они успели там реально построить маленькую рыбацкую деревушку. И назвать ее. И назвать ее именно так. Поэтому, когда те сказали, нет такого города, мы придумали это бессмысленное буквосочетание, чтобы вас засудить, те сказали, нет, есть такой город, смотрите, там люди живут. Ой, слушайте, но у них какой-то был инсайдер, мне кажется, вот в компании, у которой они украли эту карту, потому что ведь кто-то же сказал, что вот этот город неправильный. Потому что они обязаны при подаче иска указать основание, то есть они сразу же сказали, типа, вот такого города нет. Понятно, то есть они это раскрыли не в процессе, они это раскрыли в иске. Именно. Я думаю, что после этого они должны были по пять-шесть таких несуществующих городов делать, чтобы не успевали построить. Ну, несуществующие города – это класс. На самом деле у Курлянского, у Мити, композитора, который вот в сборе работал, у него есть карта несуществующих городов. То есть они эту тему развивают и создают музыкальные партитуры о несуществующих городах. Надо будет как-нибудь связать. Ох, черт, опять будешь ругаться, что у меня все связано. Ладно, вы третий вопрос. На самом деле третий-то вариант все-таки действительно, мне кажется, хорошая такая тема с перспективой, что называется, на будущее. Вот-вот. Итак, третий вопрос чуть подлиннее звучит. На Нью-Йоркской всемирной выставке в 1939 году посетителям особенно запомнился горизонтальный фуникулер, прокатившись на котором они могли увидеть Америку будущего. Экспозиция включала в себя полмиллиона миниатюрных домов, 50 тысяч автомобильчиков, миллион деревьев разных видов и сотни широких хайвеев и каналов. По мере того, как посетители продвигались вглубь выставки, модели становились больше, больше, пока не достигали своего реального размера. В названии какого современного мультфильма мы найдем отсылку к этому фуникулеру? Варианты ответа. Первое. Южный парк. Второе. Футурама. Третье. Рик и Морти. Это вот сейчас вопрос, мне кажется, для ценителей, для тех, кто погружен. Для тех, кто знает современные мультфильмы в том числе. Да, 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 кто погружен. Но догадаться можно и без глубокого погружения. Ну, как видишь, да, у нас уже есть звонок. Добрый день. Добрый день. Будете я называть правильный ответ? Футурама. Да, это, конечно же, Футурама. Потрясающий. Сегодня, да. То есть я начинаю думать, что слишком легко сформулировал вопросы. Да, это действительно Футурама, вы абсолютно правы. Какой приз вы хотели бы получить? Дружба есть? Дружба есть. А как вас зовут? Наталья. Наталья, дружба за вами. Спасибо. Мы вас поздравляем. Спасибо вам за правильный ответ. Спасибо. Мы не подговаривали, на самом деле, не говорили правильный ответ нашим слушателям. Они просто у нас такие, они эрудированные, товарищи. Да, мы только-только успели задуматься, Сань. Я вот не знала ответа на этот вопрос, потому что я ни тот, ни другой, ни третий мультфильм. Не видела. Там, на самом деле, очень запутанная, но интересная история, которая связывает три произведения искусства, которые были как раз для тебя. Это «Великий Гэтсби», «Фиджеральда», мультфильм «Футурама» и недавно как раз вышедший фильм «Сиротский Бруклин». Потому что в «Великом Гэтсби» вы найдете описание во второй главе, где они там, значит, подъезжают к Нью-Йорку. Чудовищного города пепла, как переводят это на русский язык, город пепла, город праха. На самом деле, если посмотреть на долину праха, то на оригинал это называется «Valley of Ashes». То есть, в данном случае, эш – это не пепел, эш – это шлак. А вот это большое, на самом деле, огромная территория, Флашинг-Меддуз, пригород Нью-Йорка. Это свалка отходов, где сжигается уголь. И в 20-е годы 20-го века это такое чудовищное место абсолютно. То есть, там стоит страшный дым. И «Фиджеральд» как раз описывает. Это на Мордор похожий. Это буквально Мордор такой. Он говорит, там люди сливаются с кучами отходов и визуально, и жизненно. Но когда приходит Роберт Мозес, которого сегодня принято ненавидеть и называть главным коррупционером Нью-Йорка, человеком, который обезобразил город, человек, которого в конечном итоге поломали довольно сильно, вот как раз в фильме «Сиротский Бруклин» он выведен в качестве главного злодея в исполнении Алика Болдуин. Он понимает, что для того, чтобы привлечь в Нью-Йорк, только что переживший тяжелую великую депрессию и инвестиции, нужно совершить какой-то невероятный такой модернистский советский, по сути, прорыв. И он вычищает это пространство, которое было абсолютно проклятым местом, туда нью-йоркцы не хотели даже поворачивать в эту сторону, и делает там выставку в 1939 году «Нью-Йорк завтрашнего дня», «Восход завтрашнего дня» называется. Он еще поэт, он модернист, он футурист, он еще пишет стихи про эту выставку. И убеждает General Motors вложиться в аттракцион, который называется «Футурама». Собственно, «Future diorama», то есть диорама будущего мира. Вот вы садитесь в этот горизонтальный фуникулерчик на одном, на западном побережье Америки, вы летите над этим, значит, Америкой будущего, где он показывает, чертит там невероятно красивую утопию, но по мере того, как вы продвигаетесь, становятся выше, больше окружающие вас модели, и заканчивается это все на Нью-Йоркском перекрестке Америки 60-х. То есть то, как будет выглядеть Нью-Йоркский перекресток через 20 лет после этого всего, как его представляют, соответственно, Мозес и его напарник Норман Белгедес, который театральный дизайнер, к тому же, не архитектор. Но самое интересное, что самое большое влияние на эстетику Нью-Йорка оказал не архитектор, а театральный дизайнер. Я после нашей сегодняшней беседы буду погружаться, чувствую. Скажи, да? Вот эта самая Футурама настолько запомнилась людям, настолько сильное впечатление произвела, ну, понятно, тогда ни интернета нет, ни телевидения сильное впечатление производит объекты современного искусства, что вот образ ее начинает тиражироваться, и даже в заставке мультфильма Футурама вы увидите отсылку к вот этому горизонтальному фуникулеру диорамы будущего. И Футураму я тоже посмотрю. Спасибо. Прекрасно. Так, у нас остается две минуты, мы успеем еще задать один вопрос. Очень быстро, Виктор. Да, он короткий. Город Сисайд в штате Флорида строился как новая утопия, пространство для свободного общения богатых домовладельцев. Однако нам он известен благодаря фильму, в котором главный герой с детства живет в окружении телевизионных декораций. Какой это фильм? Первый – «Сиротский Бруклин», второй – «Шоу Трумана», третье – «Москва слезам не верит». И у нас уже снова есть звонок. Сейчас посмотрим, да, есть или нет, потому что я бы призвала наших слушателей поторопить. Есть, есть, есть. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Это Роман позвонил. Здравствуйте, Роман. Виктор, если нетрудно, повторите. Конечно. Итак, город Сисайд во Флориде строился как новая утопия, пространство для свободного общения богатых домовладельцев. Однако нам известен благодаря фильму, в котором главный герой с детства живет в окружении телевизионных декораций. Какой это фильм? Первый – «Сиротский Бруклин», второй – «Шоу Трумана», третий – «Москва слезам не верит». Ну, я рискнул, это второй, наверное. Да, вы абсолютно правы, это фильм «Шоу Трумана». То есть у нас и Роман угадался первый попутник. Все угадали с первой попытки сегодня. Вы смотрели этот фильм? Анна, позвольте, я быстро Виктора спрошу. Да, да, конечно. Виктор, два быстрого вопроса. Из этого позвонил. Как сейчас дела в Шаненке? Это хорошо, что вы приехали. Сейчас полкирова погуглит, узнает, что такое Шаненка. И второе – вы часто ездите по городам, а бывает ли так, что, как у Василия Макаровича Шукшина, есть такой рассказ «Срезал». Вот у нас тоже есть своего рода такие фрики, ну, как в любом городе. Да, я понял, я понял, к чему Вы отсылаете. Да, 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 вот ответьте. Спасибо еще раз. Спасибо большое за вопрос. Да, спасибо. Шаненка жива, все прекрасно. Мы продолжаем выдавать британские дипломы, снова продолжаем выдавать российские дипломы. Так что, да, и снова у нас бесплатное обучение, все хорошо. Мы очень-очень ждем людей, в том числе из разных стран и разных регионов. Так что тут все, тьфу-тьфу-тьфу, пока, держимся. Вот, а про рассказ Шукшина, ну, это же у меня после каждой лекции. То есть я каждый раз вспоминаю этот рассказ. Ну, вот стараюсь как-то все же отвечать иначе, чем отвечали от другого героя этого рассказа. Спасибо большое вам, Роман. Да, Роман, какой пресс Вы выберете? Ну, актуальный, актуальный. Как там, сажайте. Сажайте и вырасти, это Андрей Рубанов. Кюрика вам достается, Роман. Спасибо, приходите за ней в нашу редакцию на Московскую 40. Все, нам надо завершаться. Спасибо большое нашему гостю, Виктору Вахштайн. Спасибо вам. Сегодня вечером в Инженериуме, сегодня в 5 часов на Преображенской. Два часа в Креола. И в 2 часа в Креола съемки устного журнала. И завтра в 16 часов, да, на Ленина 73, ток-шоу «Разберем на Атом». Приходите. Всего доброго. Возрастное ограничение открытой лекции «Что делает город городом» и устного журнала «Язык Эйнштейна» 12+. Возрастное ограничение ток-шоу «Разберем на Атомы» 16+. Культ Пахвот.